Дорогая уважаемая над Израилем, над всей души вас в юбилеем, здоровья вам, долгих лет жизни. Еще раз, самое главное, чтобы вас большое количество благодарных учеников, они здесь сохранят память о вас надолго. Художественный руководитель филармонии Григорий Александрович Быков, ученик Неды Айзян, который, кстати, в своем творчестве продолжил ее главное знаковое произведение, первый фортепианный концерт Чайгорского. Дело в том, что училище Гриша Быков завершал исполнением именно этого сложнейшего произведения, причем играл все три части на очень высоком уровне. А потом поступил в Московскую консерваторию, закончил ее и вернулся в Ярославль. Художественный руководитель филармонии Григорий Александрович Быков. Дорогая и любимая, например, Григорий Александрович, сложно о вас говорить, я, что было бы сыграть. А с другой стороны, легко, наверное, да, потому что говорить можно много, и никакие слова не смогут исключены, никакие эпитеты не будут преувеличением. Но все равно это будет только таким, знаете, бесконечным приближением к тому, что хочется сказать в поисках нужного единственного слова. Вот Григорий Александрович Иванович сказал, что поскольку о музыке говорить бессмысленно, наверное, можно говорить о музыке. Мне этот процесс напоминает, к слову говоря, вот это бесконечное приближение к точному слову, это бесконечное приближение к точному звуку. То, что надоизраильевна преподносила нам в качестве, высокого говоря, искусства на своих занятиях. Хотел бы я его видеть, прежде всего, не как художественный руководитель, а как ученик над Израилем. Над Израилем — это человек, который утверждал невозможное. Всякий, кто попадал в лучи ее сердца, в вот эту чудесную совершенно атмосферу ее души, испытывал некий позитивный стресс. Над Израилем наставила невероятно высокие задачи, экстремально высокие задачи, к которым ты, может быть, даже и готов, ты никогда не был бы. Но что самое замечательное, что она встелила в тебя абсолютно уверенность в то, что эти задачи осуществили. То есть ты от раза в разу, от занятий к занятию становился все сильнее. У тебя расстрелялись к Крыму. Вот этот полет к звезде, это как, можно сказать, реально, этот полет к звезде, он становился реальным. Во всяком случае, очень многим казалось именно так. И мне так тоже казалось. Очень сложно находиться в этой атмосфере постоянных высоких требований. Очень сложно. Это перегрузки. С другой стороны, если не помучаешься, то и не просветлеешь. А на Израиле у нас мало толк в дисциплине трудовой, в дисциплине духовной. Мне хочется поздравить вас на этой израиле, на свидетельстве, вашей любительности в Ярославле. И поздравить Ярославлю с тем, что в течение почти более уже полувека мы имеем радость быть рядом с человеком, который утверждает, что небеса есть и вселяет в нас эту веру. Спасибо вам за это. И последнее. Все-таки надо говорить, наверное, стихами. Вот то, что мы давали всем нам, то и я желаю вам и впредь, и божества, и вдохновения, и жизни, и слез, и любви. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, после так его теплого потока поздравлений, пора зазвучать живой музыке. Выступает один из любимейших учеников Нэнды Айзян, Роман Лагоманов. Выпускник 98-го года. Выпускник Нижегородской консерватории и аспирантуры. Кстати, будучи студентом третьего курса училища, он играл уже столь сложное произведение, каким является Рапсодий Натюфа Гамин и Рахманинова. И именно этот композитор стал одним из его самых любимых. Сегодня в его исполнении прослучит прелюдия Рахманинова Ре-мажор. Роман Лагоманов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Денис А.Кулакова 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 Твою буду я служить, Чтоб, проклиная жребень порный, Всю жизнь тебя благодарить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok «Золотой щелкучник». Мы наблюдали удивительную работу с Володей Ивановым, который за три года, который он провел в твоем классе, сделал потрясающие успехи. И сейчас эти мальчики учатся в Москве, в Нисовской школе. Очень хочется, чтобы жизнь подарила тебе возможность реагировать себя с талантливыми учениками. Дай Бог тебе силы и здоровья. Спасибо за все и низкий поклон. Как коллега Нэд Израиля, я полностью сейчас присоединяюсь к словам Хрена Филимана. Но сам хочу сказать от лица ученика Нэд Израиля. Вы знаете, сегодня дозвучало Нэд Израиль для вас много прекрасных слов. Я очень рад, что вот сегодняшнее событие случилось. Рад, что вы сегодня с нами в этом зале, с вашими слушателями, которые вас любят и помнят, с вашими учениками и бывшими, и те, которые сейчас у вас занимаются. Я очень рад, что в далеком, до полвека уже прошло степо, проведение премьер-областью в наш город. И мне в далеком 1967 году посчастливилось быть студентом вашего класса, поступить в ваш класс, заниматься с вами. Я до сих пор прекрасно помню наши с вами уроки в 14-м классе музыкального училища и не сомневаться. В этом классе, мне кажется, происходило чудо. Вот я и сейчас это ощущаю так же. Происходило чудо рождение музыки в наших еще не очень опытных на сердцах. Понимаете, вот это не красивые слова, это действительно так. потому что вот прошло много лет, но вот мне трудно найти вот более вот слова, которые я сейчас сказал, более адекватные слова, потому что вот те ощущения, которые я испытывал, ощущения соприкосновения с чем-то подлинным, настоящим, они, в общем-то, остались у меня душе, и я их выносил. И из этого моего, конечно, огромная благодарность. Вы целеустремленны, терпеливы и не всегда терпеливы, да, но вели нас вот этому по пути постижения музыки. Вы были для нас замечательным проводником вот в этот мир прекрасного. Огромное вам спасибо. В сегодняшний вечер я написал несколько слов, строк, которые хочу вам сейчас прочитать. Ученики, концерты, музыка, жизнь и судьба, доробанная нам, афиши в городе, музыканта, сложная судьба. Пусть не всегда оценена она, но можно оценить таланты. И стоит, что все звания изменяют. И только память сохраняет след, и в память людской забвения нет. Полвека в творчестве прекрасной дороги. пусть здравствует здоровья и много учеников растить мы с вами будем. Живите долго, так, как мы вас любим. Спасибо. 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 Паркетяна, Мальченко, спасибо. Паркетяна, Спасибо.